О, алло, Тимур, день добрый. Слушаю. Меня зовут Игорь. Я звонил вам касательно вашей регистрации у нас в компании на получение видеокурса основного финансового рынка. Я так понимаю, интересовались дополнительным заработком, верно? В какой компании? На получение видеокурса основного финансового рынка. Компания называется наша Trader Crypto. А, да, ну... Да. А подскажите, у вас ранний опыт работы в этой сфере был какой-нибудь или нет? Ну, а вам для чего эта информация? Ну, чтобы понимать, вы у нас заработком интересовались? Я интересовался видео. Видео. То есть обучающим курсом, верно? Да. Мы компания, которая занимается обучением, так же дополнительным заработком в этой сфере. Ну, верно. Поэтому, если вам это интересно, то я могу... Мне интересно было видео. Больше ничего. Ага. А скажите, Тимур, видео посмотрели тогда уже? Нет, еще нет. Ну, работать в этой сфере вы не хотите? Послушайте, ну, я думаю, это как бы мое личное дело. Че я хочу, че нет. Ну, это да. Но регистрацию, чтобы у нас прошли. Поэтому моя цель это... Я регистрацию прошел скачать видео. Без регистрации видео скачать нельзя. Можно было, я бы не проходил. Я же не просил обратный звонок, еще что-то. Ну, контакты-то вы свои оставили. Поэтому я и звоню узнать, у вас там что-то от помощи. Мы там более подробно рассказали. Для контакта для чего оставил? А я не знаю, для чего вы оставили. Вы не знаете свой сайт? Это что вы оставили? Свой сайт? Свой сайт я знаю. Ну, если вы знаете свой сайт, как вы думаете, без контактов можно скачать видео? А вы как думаете, люди, которые интересуются вообще чем-то? Ну, я вам вопрос задал. Вы вопросом на вопрос как-то странно. Ну, давайте вопросом не на вопрос. Вы мне подскажите, Тимур. Можно скачать видео без регистрации? Видео скачать нельзя, это собственно с компанией. Ну, вот видите, ну, вот и весь ответ вам. Хорошо, Тимур. Тогда я так понимаю, что вы видео посмотрите, и больше вам ничего не нужно от этого, правильно? Только видео. Я вообще не смотрел для начала, чтобы что-то там в дальнейшем загадывать. Ну, вы мне просто подскажите, и вы, ну, как бы вообще в дальнейшем, если вам будет интересно, то мы сможем с вами просто поговорить когда-то потом, когда вам будет удобно. Если вам это неинтересно будет, то просто удалим вашу регистрацию, чтобы не тратить ни мое, ни ваше время. На этом попрощаемся. Ну, я думаю, если мне будет интересно, если я посмотрю видео, если мне потом что-то заинтересует. Хорошо. Да, вот как раз я с этой же целью хотел бы. Если кто, Тимур, смотрите, я вам на такой случай, на номер телефона сейчас сбросу еще свои контакты. Ну, мало ли, там видео какие-то вопросы, либо же еще что-то вам более предоставить больше информации, которые вас интересовало. Вы брокер? Это моя цель, из-за чего я только звоню. Наша компания является брокером, да. А находитесь вы где? Нахожусь в Москве, по улице Дверская, 22. Дверская, 22, да? Угу. Ну, сразу давай, может быть, чтобы все вопросы сразу снять, вы мне ННН продиктуйте, будьте добры. Кого продиктовать? ННН. МММ? Да. А, ННН. Одну секундочку, сейчас. А вы бы на сайт зашли там вниз, вон, не прописали? Ну, я уже в РУС-профайле, поэтому, я думаю, несложно же цифры сказать. Угу. Сейчас, одну секундочку. Записывайте. Да, пишу. 108. Угу. 23. Угу. 11. Угу. 2-0. 2-0. 72-94. 72-74. Нет, 72-94. 2-94. И это ОКРН и теперь ИНН. 23. Да нет, мне не нужно. Я уже нашел. Кого нашли? Организацию. Так я вам могу сказать, да, а теперь вам ИНН спросили. Мне ИНН уже не надо. А, уже не надо. Конечно. Ну, как хотите. Так и что? Что это за организация вы не скинули? Что-что? Вы мне скинули ОКРН. Какая организация вы не скинули? Как называется? Отрейдл. Отрейдл? Да. Угу. О, вот видите, как хорошо. Я как раз тоже в Краснодаре живу. Да, это у нас там регистрация прямая. Но главный офис, который вы не в Москве. Угу. Главный офис в Москве. Хорошо, я туда... Да, могу юридический адрес еще вам продиктовать. Я мимо... Там улица Уральская, если что. Мне не нужно. Я буду мимо проезжать, я остановлюсь за еду. Угу. Хорошо. Так, смотрите, контакты вам сбрасывать или не надо? Да зачем мне? Если я в Краснодаре живу, я остановлюсь. Часто еду по этой улице, остановлюсь и заеду. А, так, ага. Хорошо, только давайте тогда так сделаем. Просто вы начали в компанию, просто вам пропуск делаю, чтобы вы могли без проблем зайти. Вы когда сегодня, завтра сможете прийти. Так, какой там пропуск? Это Ураль, я знаю, где это там, какой там пропуск. Потому что пропуска требуется, что ли? Ну, вы к нам в организацию хотите зайти, верно? Ну, у нас как бы по пропускам. Поэтому, если вам не интересует, то я на вашеме просто закажу пропуск, и выбрать проблема с охраной пунктом. Послушайте, давайте я мимо остановлюсь, я пойду иду, я узнаю. И пропуск. А, ну, как хотите. И вы хотите сказать, хорошо, вы хотите сказать, что вы брокер, да? И у вас условной капитал 11 тысяч рублей. Вы сейчас серьезно? Да, там так по документам. Потому что мы международная компания. Что-что? Мы международная компания. По документам так-так проходит. Главное, что это не мешает работе. Нет, послушайте, я в темную схему не играю. Поэтому удаляйте регистрацию. По документам так проходит. Вот. Так и я же по этому говорю. Да, это... Угодим-то не приправить время. Да, это какой-то... Нет, я обязательно, кстати, доведу до сведения вот этой компании, что вы кидываете их. Да, 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 конечно. Да. Да. Пускай даже ради интереса, пускай может быть... Вот кто здесь вот это... Светлана Алексеевна, зарегистрируется, тоже якобы скачать книжку. Может быть, она вас там... Если это... Вы вообще не имеете отношения к этой компании, просто хуями вас пошлет нормально. Ну, чтобы вам просто неповадно было прикрываться другими ННН, чужими, да? А чем фирма занимается вот эта, которую вы скинули? А чем брокеры занимаются? Ну, а вы знаете, что... Переработка и обучением на финансовом рынке. А вот эта от... Трайделл, она чем занимается? Какой ее деятельности? Вы смотрели? Что? Основная деятельность компании – это общесохранительная ответственность. В какой ответственности? Это переработка фруктов. Не овощей. Верно. То есть это брокер, да? Это фирма, которая фрукты, овощи, да, не работает? Нет, это просто партнер. Просто партнер, да? Я же сказал, мы – международная компания. Поэтому можете обращаться к ним по всем вопросам. По вопросам фруктов и овощей? А ну, я же не знаю, может, вы именно с этой целью хотите видео посмотреть у нас там? У вас там? У вас там это где? В Хохляндии? У нас? Это у нас там на сайте. Это у вас там на Украине? Нет, это у вас там на России. Я такого еще цирка, фирма, организация, которая занимается фруктовыми и овощами. Да, да, да. Какой-то товарищ скидывает ННН, утверждает, что это брокер, который занимается фруктами и овощами. А на самом деле это обычная мошонка, которая сидит где-то, я не знаю, в Харькове, да, там, или в Днепре, в подвале, с гарнитурой на башке, что-то вещает. Да, совершенно верно, Тимур. Совершенно верно, да. Ну, вы хоть бы не позорились, хоть бы какую-то организацию нашли брокера, не знаю, ну, чтобы хоть как-то соответствовать фрукты и овощи. Не, ну, это же смешно, но вы же клоуны, понимаете? Почему вот все хохлы такие клоуны? Ну, вы вот можете сказать, вот просто ответить. Не знаю, я к ним никакого отношения не имею. А к чему вы имеете отношения? Вы скидываете ННР, вы скидываете ННР-организации, которые вообще... А вы кто такой, чтобы я вам что-нибудь вообще скидывал, Тимур? Вы кто такой вообще, подождите? Вы куда пришли? Вы зачем-то там пришли? Я пришел, если бы я пришел, я пришел в любую подобную организацию, настоящую, нет, настоящую брокерскую. Люди приходят с одной целью, инвестировать. Да, да, да. Да. Им вопросы не дадают. Так а почему вы до этих парней инвестировали? Им вопросы, а чего вы решили, что я не инвестировал? Ну, с чего вы решили? Так, а мне это не интересно, Тимур. Я вас знал в нашу компанию, вы самостоятельно, прошли у нас регистрацию, если вас что-то интересовало, я вам могу рассказать. Не интересует, то, пожалуйста, до свидания. Ну, если меня даже интересует, хорошо, послушайте, если меня даже интересует, как я могу с вами общаться по серьезности, вы скидываете мне ННР, первый, который занимается фруктами и овощами. А вы думали, что я буду первым попавшим человеку что-то сбрасывать? Может, вам еще паспорт свой сбросить? Тимур. Вы вообще знаете, что такое ННР? Вы вообще знаете, что такое ННР? Это информация в общедоступной форме. Ну, так вот зайдите на наш сайт, главное, не посмотрите. На сайте нет, ННР, я только что там был. Вы на сайт даже не заходили. Как сайт называется? Послушайте, послушайте. Не еще раз зайти, при вас. Да, вы через Фейсбук прошли регистрацию у нас, или через что? Ну, почту еще твою указали. Послушайте. Если... ННР вообще, как вы утверждаете, приравнивается к паспорту, да? Да, причем я вам просто к примеру сказал. Нет, к примеру, нет, к примеру, к примеру. Есть уголок потребов в любой организации. Вообще, в любом месте. Не ага, не надо агакать. Да, Тимур. И там все документы, которые необходимы. Вообще, любому клиенту, вообще, просто с улицы человек идет, он может зайти и посмотреть. Там ННР, УГРН, вид деятельности. Это вот общедоступное. Вы можете зайти, я не знаю куда, да куда угодно, в Сбербанк, вообще везде. Прямо на двери написано. Вот, поэтому зайдите на главный сайт компании, там есть раздел о компании. Там нет ННР. Там нет ННР. О нас, там есть пользовательское соглашение. Причем тут пользовательское соглашение. Там вся информация на главном сайте есть. Там нет ННР. Хотите посмотреть, кого нету? ННР там нет организации. Вы ни разу на сайте не заходите. За что? Регистрацию по проекту основы финансового рынка. Послушайте. Я вам сказал, как компания называется? Послушайте. Или на главном сайте компании не будет? Послушайте. Адекватный, адекватный сотрудник брокерской компании, вот если я могу позвонить, не знаю. Да. Вот я в БКС, давайте вот позвоню и спрошу. Прямо сразу. Я даже вопроса не буду. Говорю, здравствуйте, девушка или мальчик, кто там ответит. Неважно. Продиктуйте свой ННР. Вы позвоните, Эмир. Продиктуйте свой ННР. Они мне что? Станут диктовать ННР фирмы, которая продает овощи, огурцы и помидоры. И персики вдобавок. А вы вот, Тимур, а вы вот, может, как раз таки про компанию Финника что-нибудь слышали? Там есть тоже все. ННР вам, покатите. Причем тут вообще Финника? А потому что вы мне сейчас рассказываете про какую-то компанию. Я рассказываю про БКС. Это брокер. Так я к ним никакого отношения не имею. Если вам хочется... Так вы не имеете отношения, так вы не имеете отношения, даже то, что вы диктуете. А почему думали, что я вам что-то буду диктовать, Эмир? Послушайте. Если бы вы не хотели диктовать, вы бы сразу сказали, я диктовать не буду. И все. Вы зачем у нас регистрацию прости, алло? Я повторяю, алло. Алло, я повторяю. Если бы не хотели подиктовать, вы бы ничего не диктовали. Сказали, я эту информацию вам не предоставлю. С какой целью прости? Понимаете? А вы мне диктуете ННР? С какой целью у нас прости? А вы мне диктуете? Еще и УГРН хотели приту... Вернее, УГРН продиктовали, ННР хотели притулить. Откуда вы браете за эту организацию, которая фрукты продает? Потому что... Потому что это на лоха рассчитано, что кто-то... Откуда вы знаете о БКМе? Вы даже не знаете, вы назвали не общество с ограниченной ответственностью, а вы ее назвали общество с какой... Как вы сказали? Вы даже не знаете, как в России называется форма. Ага. Ну хорошо, что вы знаете, Тимур. Вы регистрация, потому что я думаю, в России, в отличие от вас. А вы, мажорка, вы тупой хохо, понимаете? Вы хохлы, вы все хохлы. Вы можете перед зеркалом паде, что вы говорите, можете разговаривать. Вы хохлы тупые, вы даже не можете. И поэтому вы... Нормально, нормально. От формазонии, понимаете? Вы не можете. Ага. Ага. Ну хорошо, что вы все можете, Тимур. И поэтому ищете дополнительный заработок. Так я вижу, у вас все же изи хора, и вы ищете дополнительный заработок. За заработок, так дополнительный. Так а вы зачем регистрации у нас прошли? Зачем у нас регистрацию прошли? Вы можете ответить на вопрос простой? Зачем прошли нас регистрацию? А это запрещено проходить где-то регистрацию или что? Нет, просто-то мне интересно. Вы прошли регистрацию? Мне тоже было интересно ННН вашей компании. Вы мне что продихтовали? То, что вы хотели. То, что я хотел? Брокерская компания? Тимур, регистрация, какой у нас целью прошли? ИКО. Вот. Вы начните торговать сначала помидоры? Почему помидоры на фондовом рынке? Вот вы помидорами начните сначала торговать, а суть одна этажа. А может быть сначала гарнитуры снимите, пойдете в Киеве улицы подметать, это будет лучше. Вы сговорили из Днепра. Или откуда там? Ну откуда я вас позвал? Киев, Днепр, где вы там еще сидите? Так это вы, наверное, там где-то сидите. Арену идите в Киеве, арену помойте, этажи. В туалетах пойдите, помойте в арене туалеты. Вы больше заработаете, потому что сидеть с гарнитурой, разводить, это не ваше. Вы поплыли. Вы поплыли. Вы реально не можете адекватно? Что вам адекватно? Не ароментировать, ничего. Но вы, если не заметили, за время нашего разговора, вы, со моей стороны, ни одного плохого слова не услышите. Ни мата, ничего. А почему я должен? Если подождите, если вы мне, я вам не звонил. Вы мне звоните и пытаетесь, пытаетесь... Украсть у меня деньги. Тимур, мне кажется, что это все-таки мошенники. Вы пытаетесь украсть у меня деньги. Тимур, вы просто хотите у нас... Пытаетесь не скинуть свои какие-то данные контактные, еще что-то беспонтовое. С целью сбора информации у нас прошли регистрацию. Вы думаете, что мы каждому человеку будем диктовать что-то? А нет, пожалуйста, Тимур. Идите к другим конкурентам и спрашивайте у них там информацию. А зачем мне идти конкурентам? Я пойду лучше в другое место. На YouTube. Пойдите куда хотите, Тимур. Канал мошенники звонят по телефону. Записывайтесь. Да, да. Регистрируйте, ставьте лайки. Мне кажется, что вы... Слышите? Вы все-таки мошенник, который... Ставьте лайки. ...с целью сбора информации. И все. Можете дизлайк даже, неважно. Хоть что-нибудь. С целью сбора информации какой-то регистрации. Зайдите активность на канале, да. Скоро зрители узнают. Если им очередной какой-нибудь хохлина будет, вот названивать. Человек там, допустим, видео скачал и предлагать там что-то вложиться. Пусть люди знают. Что-то сразу спрашивать у вас. Дебилов ННН спрашивать. Смотреть это ННН. Прямо сразу же. Да. Да. И все. И будете вы... И потом ваш босс... Я же заговариваюсь. Ваш босс будет вот вечером такой стропон, вышиванку, одевает на себя, рубашку вашу. И вас, знаешь, за то, чтобы план не выполнили. На всю катушку, чтобы аж гланды блестели. Вот так вот с вами будет скоро. 18 тысяч подписчиков. 18 тысяч человек увидят, послушают и поймут, что вы очередная шарага. Мошонки. Просто мошонки. И поэтому вы у нас просили регистрации. Вы шахраи. Вы у нас просили регистрации. Вы шахраи. И все. Просто. Вы вот, если бы были адекватны, вы хотя бы, ладно, я понимаю, там, ладно, вы формазоны, но вы хотя бы погуглите. Я понимаю, Яндекса у вас там нету. Погуглите, посмотрите компанию, которая реально хоть мало-мальски подходит. Вы мне скидываете такой бред, и вы думаете, что на это кто-то видел. Тимур, если вы говорите, что это бред, зачем вы у нас регистрации спросите? Вы мне вот объясните. Если вам что-то не нравится, пожалуйста. Я прошел регистрацию, причем, это ж, вы подожди, это ж не первый звонок. Вы же понимаете, что там еще... Не знаю, я вам звоню первый раз. Вы звоните первый раз, но там вы будете еще звонить и Денису, и Максиму, и, господи, кому только вы не будете звонить. В чем проблема? Да, можно все семена переназвать. Да, 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 да. Вы им будете всем звонить, да, и каждый раз я вам буду вкручивать в ухо детородный орган, понимаете? Ага, ну я рады, да. В следующий раз это я сейчас сказал, да, что у меня в следующий раз я скажу, да, меня интересует, и опять же начну там спрашивать, как там счет пополнить. Ну, то есть вы мне часок порассказываете? Часок. Можете делать. Потратите свое время. Ну хотите. А мы потом это все запишем, выложим опять на YouTube, понимаете? Ну а как вы хотите? Мне абсолютно все равно, что вы хотите. А чей Крым? А чей Крым? Не хотите... Что что? Чей Крым? А чей он Крым? Ну чей он? Какая вам разница, Чей Крым? Тимур, если вам это интересует, то обратите соответствующую. Есть какая-то компания, которая этим занимает. Да ладно, ну че ты, ну российский Крым. Ну скажи, российский. Тимур. Ну шеф не услышит. Ты тихо, скажи, Шопаном. Скажи, Шопаном. Регистрация у нас с какой целью в России? Я тебя... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова